Догадываюсь. Вот, ну вот такие песни из его репертуара. А в лагерь в Пионерске, вот когда вы ездили, там, наверное, был другой. Да, каждое лето, каждое лето, и это был совершенно необычайный период в жизни вот пацана. Бежали папа с мамой, папа художник, мама вела кружок театрального мастерства. Вот мой старинный закадычный друг Игорь Крестовский был музруком в Пионерском лагере. И хотел бы Игоря тогда спросить, а с детства очень изменился, Данил? Килограмм на 90, наверное. Когда я познакомился с его родителями, Даник был совсем маленький, я его носил у себя на плечах. Но сейчас трудно представить, что он находится на моих плечах, скорее наоборот. Скорее наоборот. Проще представить, как я нахожусь на его крепких плечах. И действительно, Пионерский лагерь это было то золотое время, и для меня, когда можно было, в общем-то, отдохнуть на природе, и при этом, как бы, заработать какую-то денежку. И тем более для учащегося в тот момент, и для студента, будучи в консерватории. Это, конечно, было, ну, таким приятным времяпровождением. Хорошим был воспитанником? Данька, это вообще чудо. Для меня это был эталон идеального ребенка. Я даже своего сына тоже назвал Даником. Был послушным? Конечно. Был послушным? А как же двойка по поведению в хоровом училище? А это было, когда родители не видели? Это в общественном месте. Я имею в виду с близкими, как бы. Вот, это у него совершенно начаровашка был, умница, ну, талантливый талант, просто из него искрился. Хоровое училище, это же, ну, такая прямая дорога, мальчика из мальчиков воспитывают дирижеров. Да. Вот в какой момент тот мальчик, Даниил Штода, понял, что он не будет дирижером, а он будет петь? Скажу, наверное, в 95-м году. То есть на втором курсе консерватории, уже будучи студентом второго курса дирижерского факультета, ДХО, так называемого, и совмещая уже с первым курсом вокального, я понял, что есть голос, тенор, и, как говорили мои педагоги, интересный голос, да. И чтобы вот так он просто пропал, нельзя этого было допустить. Потому что дирижером бы я стал, но не думал, что каким-то исключительным. И, наверное, пользы бы в этом деле я бы, наверное, тоже особо не принес бы никому. А вот это образование все-таки дирижерское, полученное в детстве, оно сейчас пригождается? Это музыкальная база гигантская, которую мы все получили в хоровом училище. Она, естественно, пригождается... А вы не вышли работу, допустим, дирижеров, с которыми ты сейчас выступаешь? Да, безусловно, безусловно. То есть мы можем с дирижером разговаривать на его языке, на профессиональном. То есть не возникает никаких вопросов понимания друг друга. У меня вопрос к музыкантам. Вот я знаю, Дмитрий уже сказал, что тоже учился в хоровом училище. Какие-то воспоминания яркие с этим связаны? Действительно ли такая прямая дорога с хорового училища в консерваторию? Или какие-то были ходы еще и пути? Ну, дорога прямая, конечно. Тут только учиться надо хорошо стараться. Тогда будет прямая дорога. Ну, кого как. То есть с первого класса уже был настрой на консерваторию, правильно? Да, обязательно. Ну, если из поступивших доходит до конца только половина. Просто 50%. И считалось очень ответственным и почетным поступить именно в консерваторию. То есть можно было поступить и в другой вуз. Ну, я думаю, что все из нашего выпуска ребята имеют достойные места в жизни, связанные со своей профессией. Хорошо.